Приветствую вас, Аркадий Милман, израильский дипломат, политический эксперт. Аркадий, приветствую вас, рада видеть. Приветствую вас. Начнем вот с каких сообщений. ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США говорит о том, что утром в пятницу 19 апреля Израиль нанес ответный удар по Ирану. Три взрыва прогремерий неподалеку военной базы на северо-западе иранской провинции Спахан. Ну и там, в этой провинции расположено несколько иранских ядерных объектов. В Иране заявили о том, что никакого ООНа ядерным объектом нанесено не было. ПВО сбили три беспилотника. При этом израильская сторона этот удар никак не комментирует. Какова сейчас ситуация, что известно вам и насколько высок градус эскалации? Особой информации по поводу этой атаки у нас нет, потому что ЦАГО, израильская армия, не говорит об этом. Правительство тоже не говорит. И единственная информация, которую мы черпаем, это из открытых источников западных СМИ, западных веб-сайтов информационных. И то, что мы видим, это что была действительно нанесена атака, по всей вероятности, израильными, дронами, беспилотниками. И есть также информация о том, что были нанесены удары ракетами. Мы точно не знаем, откуда эти ракеты вылетели, если они вылетели. И точно не знаем, откуда эти дроны были запущены. Запущены они были с территории Израиля или с территории других государств, или же в самом Иране. Это мы не знаем. Но я думаю, что в какой-то момент эта информация просочится, и мы узнаем. С точки зрения эскалации, всё это выглядит, что этот раунд такого обмена ударами между Ираном и Израилем закончился. Но это не говорит о том, что эта теневая война, которая продолжается между Ираном и Израилем уже около более 40 лет, она закончилась. Она будет продолжаться, потому что для Ирана важно нанести удар по Израилю. Для Израиля Иран – это экзистенциальная угроза. И поэтому Израиль будет бороться с этой угрозой. Теперь о политическом аспекте хотелось бы поговорить и о влиянии и роли Соединённых Штатов здесь. После того, как в ночь на 14 апреля Иран нанёс массированный удар по Израилю, более 300 воздушных целей было выпущено, Израиль заявил, что будет ответ. Даже в связи с этим было заявлено о том, что сейчас сворачивается, откладывается операция Аброфейхи, и все свои усилия и силы Израиль будет концентрировать на то, чтобы дать ответить Ирану. Издание «Аксиос» несколько сообщений опубликовало. Одно из них касается того, что этот удар Израиль должен был нанести ещё 16 апреля. Этого не произошло. И ещё одно сообщение издания «Аксиос» заключалось в том, что якобы президент Соединённых Штатов Джо Байден в разговоре с израильским премьером Нетаньяку призывал его не наносить удар по Ирану и говорил о том, что Соединённые Штаты удар по Ирану в ответ на массированную атаку по Израилю не поддерживают. Как Вы можете прокомментировать эти сообщения, насколько Израиль согласовывает свои действия с Соединёнными Штатами и то, что эта атака могла произойти сегодня? Было ли это, ну, скажем так, результатом согласованных действий с Соединёнными Штатами? Израиль согласовывает свои действия с Соединёнными Штатами Америки, безусловно, потому что Соединённые Штаты Америки – это главный союзник Израиля, как и США – главный союзник Украины в войне против России. И, безусловно, действия согласовываются. С точки зрения, я бы сказал так, теоретически, если мы подходим к анализу этой ситуации, то самое правильное было – это в тот момент, что вылетели дроны в ночь на 14 апреля на Израиль, и ракеты, и так далее, дроны – это, они летят медленно, и поэтому было время подготовиться, да, это вопрос нескольких часов, то самое идеальное – это было в тот же момент ударить предупреждающим ударом по различным объектам в Иране. Этого не произошло, потому что Натаньяу отверг этот план, который предложили два других министра военного кабинета. Теперь, с точки зрения того, что пишет Аксиос, вполне возможно, что такое было, вполне возможно, что были какие-то попытки, мы не знаем. Это утечки, которые из источников Аксиоса, и у них, как правило, информация более-менее точная, но сказать 100%, что и в этот раз у них точная информация, я не могу, потому что у меня нет никаких подтверждений из других открытых или других источников. То, что было сделано в ночь на сегодня, явно было об этом Соединённые Штаты Америки, и знали заранее, и есть подтверждение итальянского министра иностранных дел, который сказал, что Израиль перед этой операцией предупредил Соединённые Штаты Америки. И я склоняюсь к тому, что 100% сообщили об этом, я не знаю, когда сообщили, или за несколько часов, или, скажем, за полчаса, или за час, но 100% сообщили, 100% скоординировали, потому что союзниками надо всегда всё координировать, и надо всегда всё делать так, чтобы они могли в нужный момент помочь. Относительно угрозы ядерной эскалации. На этой неделе Иран грозился в ответ на ответный удар Израиля, нанести удар по ядерным объектам Израиля, владеет информация о их расположении. Ну, а также мы знаем, что первым пунктом программы премьер-министра Бениамина Натаньяку это ликвидация ядерной программы Ирана. Насколько высок риск именно ядерной эскалации? Что этим сейчас обеспокоено МАГАТЭ и Рафаэль Гросси, в ближайшее время даже собираются посетить ядерные объекты Ирана. Во всяком случае в СМИ была такая информация. По поводу политики Натаньяку, тут есть очень много вопросов и очень много сложностей. Есть критика. Есть многие решения, которые он принимал и оказались, скажем так, по истечению какого-то времени не совсем правильными. Назову это деликатно. С точки зрения уничтожения ядерной программы Ирана, это действительно угроза Израилю. Но те действия, которые предпринимались Натаньяку и выход из договора о ядерной программе, который был между СССР и Ираном, на мой взгляд, и на взгляд многих экспертов, нанес этот выход ущерб интересам Израиля, потому что Иран, выйдя из этого, после того, как СССР вышли из этого договора, и, соответственно, Иран уже не придерживался, то там резко они нажали на все возможные педали и сегодня они находятся, ну, скажем так, в одной-двух неделях, я подчеркиваю, от достижения обогащенного урана, который им потом позволит создать атомную бомбу. И в этом самая большая угроза Израиля. Поэтому ситуация, она сегодня сложная, и, в принципе, и Соединенные Штаты Америки, и европейские наши союзники тоже понимают, что эта угроза сегодня не только для Израиля, но и угроза для Европы, и для национальной безопасности многих стран Европы, и, в конечном счете, и Соединенных Штатов Америки. Я объясню, почему, потому что если Иран что-то предпримет в этой области, и действительно они примут решение создать это мнотное оружие, и будут его употреблять против европейских стран, то это говорит о том, что Соединенные Штаты должны будут мешаться, и это будет война НАТО против Ирана. Поэтому тут Соединенные Штаты тоже заинтересованы, чтобы не было угрозы Европе. Поэтому это общий интерес, это глобальный интерес всего свободного мира. Ну, тут еще у Ирана есть такой союзник, как Россия, обладающий ядерным оружием, и в последнее время как раз с российской стороны звучат заявления о том, что Иран не хочет эскалации, у Ирана нет ядерного оружия, и даже попыток у него и намерений нет создать ядерное оружие. Это все трактовать наоборот? Какие, в принципе, все, что говорят официальные лица России? Ну, официальные лица России, помните, как Путин говорил, это зеленые человечки Крым захватили, мы вообще не знаем, кто это. Потом он говорит, разве мы это же... Он же всегда говорит, бьет себя в груди, говорит, это же не мы, это всегда кто-то другой, потом оказывается, что это мы. Мы на Украину нападать не будем, как? Почему у нас все вне в том, что будем нападать в Украину? А потом Лавров говорил, как он говорил, он говорил, мы на Украину не напали, это ответный удар. То есть война 24 февраля, которую они затеяли, и еще раньше в Крыму. Это не они, это не они после Украины. Поэтому это все, конечно, но я бы сказал так, деликатно, надо делить все на 33. Если что-то останется, то это тоже под большим вопросом. С точки зрения помощи России и Ирану, идет постоянная помощь, в особенности после начала войны с Украиной. Россия зависит от Ирана. Поставки дронов, которые потом Россия употребляла против Украины, и эти дроны наносили огромные ущербы, и наносят сейчас. И завод, который иранцы им строят, построили уже в Алабуге, в Татарстане, это тоже дроны, которые с иранской технологией, и их используют против Украины. Эти же самые шагеды, эти же самые дроны летели в нашу сторону, когда Иран нас атаковал, причем в огромном количестве, это 185 дронов. Это огромный, скажем так, военный арсенал, который был выпущен по Израилю. И Россия помогает. Российские инженеры, вот несколько дней назад была опубликована статья Washington Post, и там очень хорошие источники, которые говорили о том, что российские инженеры помогали иранцам, улучшить некоторые качества этих дронов, которые используются в Украине. Соответственно, эти дроны тоже будут использоваться против Израиля, или уже использовались против Израиля. Поэтому тут Россия помогает, и самый, скажем так, опасный момент будет, это если Россия закроет глаза на то, что ученые из России, инженеры из России, которые занимаются ядерными технологиями, вдруг появятся в Иране, и будут помогать иранцам осуществить их коварные планы по производству ядерного оружия. А потом они будут говорить, что это не мы, и нас там не было, и мы не знаем вообще, кто такие, и вообще мы не виноваты. Это такой стиль, и тут нельзя верить недому слову, который выходит изо рта Лаврова, или Путина, или российских каких-то чиновников. Это обман, дезинформация, и нам всем надо это постоянно помнить и знать. Вы говорите о том, если появятся ученые, которые помогут в создании этого ядерного оружия, а допустить вариант того, что они уже появились, и уже Иран нашел их, оберегает, они находятся на их территории, такое может быть уже? Такой сценарий тоже может быть. Такой сценарий тоже может быть, и мы должны сейчас принимать в расчет любой сценарий. Просто тут такой момент, вероятность такого сценария, на мой взгляд, сейчас, она, скажем так, ниже среднего, она скорее низкого уровня, что действительно сейчас уже находятся ученые там. Но исключать этот сценарий я ни в коем случае бы не исключал. Я бы ни в коем случае не исключал бы сценарий, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие против Украины. Вероятность сейчас, она очень низкая. Это какие-то там небольшие проценты. Но эти все сценарии должны быть у нас разложены на столе. И мы должны помнить, что это тоже существует. И поскольку у России сегодня, я говорю абсолютно простым языком, у них нет тормозов. Все, что можно сделать и нанести ущерб Украине, это неважно гражданские объекты, это военные объекты, инфраструктуры, электрические станции, все, нефтевые какие-то хранилища или газовые хранилища, они способны на все. Но надо проверять и понимать, что в данный момент они делают, как они готовятся, к чему они готовятся, тогда понимать, какой из этих сценариев вдруг его вероятность начинает повышаться. Для Китая ядерное оружие это красная линия. Как только ядерная риторика начиналась агрессивно из официальных представителей России, тут же было какое-то заявление Китая, после чего это все шло на спад. Насколько Китай сейчас контролирует вот эти вот попытки, нажатия, попытки перехода этих красных линий со стороны России, Ирана и Северной Кореи. Насколько Китай влияет на них? И каковы эти рычаги влияют на Китай? Китай пытается влиять, но я не думаю, что это все находится под контролем Китая. Может быть, Северная Корея это более такой вариант, где там у Китая может быть больше рычагов. Но мне сложно сказать, чтобы у Китая были рычаги какие-то и контроль на тем, что происходит в России и на тем, что происходит в Иране. Во-вторых, тут симбиоза такая между Россией и Ираном. И Китай, может быть, и хочет как-то вклиниться в это, но я не думаю, что у него есть такие возможности. И я не думаю, что в данный момент это реально. С другой стороны, то, что Иран помогает и России, и Ирану, и использует их. И это исключительно инструментальный подход, то, что хорошо для интересов Китая, даже если это идет в разрез интересам других стран, все равно Китай будет отделать с большим удовольствием. Зарабатывать деньги Китай будет продолжать. Он сегодня зарабатывает много на Россию, он зарабатывает на Иране, он покупает нефть по дешевой цене и у России, и у Ирана, он играет на этих ценовых разницах, которые между этими двумя странами, которые конкурируют между собой, чтобы продать нефть Китаю. Китайскими товарами завалены магазины в Москве, супермаркеты, во многих городах мы видим китайские товары. Товарооборот вырос просто значительно за эти последние два года, что Россия начала войну. 17 апреля президент Байден опубликовал статью в Wall Street Journal. 17 апреля я многим советую зайти и почитать эту статью. Там он сказал простой весь, что Россия помогает, что Китай помогает России микроэлектроникам в войне против Украины, что военное сотрудничество между Ираном и Россией это тоже несет большую угрозу Украине, это несет большую угрозу Израилю. И американские законодатели обязаны вот в этот момент проявить лидерство и мужество и решить, предоставить помощь и Украине, и Израилю. Причем тут интересный момент он указал, это многие на это не обращают внимания, республиканцы об этом не говорят, в особенности те, кто трамписты. Но там интересный момент. Дело в том, что выделение помощи Украине, большая часть этой суммы, по-моему, 80% этой суммы, она вообще идет американским производителем оружия для американской армии. А в чем дело? Байден в этой статье пишет простую вещь. У нас сейчас нет времени начинать производить это оружие, Украина кровь свою проливает. Надо отдать сейчас со складов американской армии оружие Украины, которое надо, и джавелины, и гаймерсы, и ракеты, и все, что вы хотите. А эти деньги, которые утвердит Конгресс, эти деньги дать американским производителям, которые начнут производить и артиллерийские снаряды, и джавелины, и все необходимое оборудование и оружие, которое потом тут же заполнит американские склады, и у них будет достаточное количество оружия для того, чтобы продолжать, скажем так, поддерживать высокий уровень национальной безопасности Америки. Поэтому тут республиканцы лукавят, когда они говорят, что деньги идут Украине. Действительно, в конечном итоге деньги идут Украине, но в принципе они что пойдут на производство оружия в Америке, и, соответственно, это рабочие места, это, опять же, рост ВВП и так далее. Поэтому тут сложная ситуация, и Байден призывает это. Это очень короткая статья, сформулирована очень точно, очень ясно. Я ее прочитал, и я не могу не поддержать, там каждое слово, я поддерживаю все, что президент Байден написал однозначно. В моих глазах тут нет ничего, что вызывает какие-то споры или, может быть, каким-то спорным моментом. Относительно помощи, там ведь пакет, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, сейчас судьба этого пакета только лишь в руках спикера палаты представителей Джонсона? Это сложно сказать. Во-первых, Джонсон сейчас предложил новую, которую, кстати, мы не знаем, может быть, сегодня даже он вынесет это на голосование. Он, в принципе, разделил вот эту связку, потому что администрация Белого дома всем трем странам хотела сделать как один законопроект. Он разделил это на четыре законопроекта. Это Украина отдельно, Израиль отдельно, Тайвань отдельно и забор, который должен наградить от нелегальных иммигрантов на юге Америки. Он хотел сделать четыре законопроекта. Теперь некоторые республиканцы, которые трамписты, которые из таких самых консерваторов и самых таких трампистов, они стали угрожать ему. Я сам слушал несколько дней тому назад разные интервью этих республиканцев. Они угрожали Джонсону, что они его просто уволят с позиции спикера нижней палаты, палаты представителей. Но Джонсон им жестко отвечал, что он прекрасно понимает потребности этих стран и важности союзничественных отношений с этими странами. И Америка не может бросать эти страны на произвол судьбы. И поэтому Америка должна их поддержать и так далее, и так далее. Но там были споры. Посмотрим. Очень сложно сказать. Тут сложно дать какой-то точный прогноз. Посмотрим, как события будут развиваться сегодня, завтра, послезавтра, ближайшие 3-4 дня. И тогда мы посмотрим, какой будет результат. Очень хочется надеяться, чтобы за эти все 4 законопроекта у нижней палаты было большинство. И таким образом пойдет помощь и Украине, и Израилю, и Тайване. И в конечном итоге на благо национальной безопасности Америки, где будет прекращен поток этих нелегалов. Кстати, среди этих нелегалов очень много, вы удивитесь, китайцев. Что тоже бывает, да, очень много китайцев. Казалось бы, все говорят, из странной Южной Америки, там очень много китайцев. А в чем причина? Шпионов Китая засылаются? А вот это, а вот это именно и вопрос, кто эти китайцы? Но это китайцы-китайцы, которые-то не китайцы, которые там второе или третье поколение, непонятно, из самого Китая. Вот кто эти люди? Это шпионы, это просто дешевая рабочая сила, это те, кто смогли сбежать из Китая. Кто эти люди? Мы не знаем. И американцы пока не знают. И это очень сложный момент. Очевидным сейчас становится то, что вот выделение помощи Украине и Израиле, оно стало заложником политической, да, ситуации, предвыборной ситуации в Соединенных Штатах. Скажите, пожалуйста, а насколько высок риск, что еще одной горячей точкой в ближайшее время может стать Тайвань? Я вот вспоминаю, что в начале 2023 года в американские СМИ попала записка одного из американских адмиралов, который не исключал уже в 25-м году военное столкновение Соединенных Штатов и Китая. Говорил о том, что ему хотелось бы, чтобы это был маловероятный сценарий, но все-таки вот есть у него опасения, что это может случиться. Не сложно сказать. Ну, это, опять же, это один из их сценариев, который на данный момент имеет очень низкую вероятность, там какие-то, может быть, один или два процента, может быть, три, но совсем низкая вероятность подобного рода сценариев. Но, опять же, они все на столе. Сегодня настолько сложная ситуация на мировой арене и сегодня настолько, скажем так, в воздухе, вот мы прямо чувствуем, Гарри, вот это, возможно, эскалацией, что любой сценарий, который говорит о том, что какие-то из этих стран могут быть какие-то столкновения, у них есть право на существование, и они явно, те, кто должны принимать решения, они у них на столе. Но еще раз говорю, вот этот, непосредственно этот сценарий, мне кажется, у него совсем низкая вероятность пока. Аркадий, еще один вопрос, который хочу вам задать. Какова сейчас ситуация в провинции Рафех? И каковы планы Цахала, есть ли они в принципе? Ну, сейчас несколько дней, это последняя неделя из-за этой атаки как-то снизился накал, потому что особое внимание иранскому фронту как бы уделено. И вместе с тем судьба заложников, мы пока ничего не знаем, кто из них жив, кто мертв, это ужасная ситуация, это трагедия, это огромное несчастье для семей этих заложников, для всех, это невозможно отделаться от того чувства, что кто-то, ты нормально живешь, ну, нормально в условиях, которые сегодня есть, но это все равно более-менее нормальные условия, мы привыкли к таким условиям, несмотря на то, что идет война, но ты дышишь, ты спокойно, ты сам решаешь, что отойдешь, и где-то люди сидят по земелью, их женщин насилуют, мужчины пытают, женщин пытают, их морят голодом, устраивают постоянные пытки, мы не знаем, там были раненые люди, там были старики, которым лекарства они не хотели давать, которые мы передавали через Красные Кресли, через Катар, вот это ощущение, оно очень тяжелое, военная операция в Рафахе, она по идее, правительство все время об этом говорит, будет ли эта операция проведена, сложно сказать, там полтора миллиона палестинцев, и непонятно, что делать с этими гражданскими лицами, их надо перемещать в какое-то другое место, все это перемещение, это занимает время, после этого надо освободить эту территорию, лишь тогда можно вести войну против четырех полков Хамаса, которые там остались, это по нашим оценкам, это еще где-то четыре там тысячи, пять тысяч этих террористов, которых надо уничтожить, это люди, которые, это не люди, нет выхода, но вот как это все будет происходить, и будет ли происходить, очень сложно сказать, потому что полтора миллиона палестинцев, несмотря на то, что там многие, которые поддерживают Хамас, это не говорит о том, что по международному праву их можно уничтожать, а Израиль придерживается международного права, поэтому это исключено по определению нанесения ущерба заведомо гражданскому населению, это просто исключено, вот поэтому как бы и вывод напрашивается, что сейчас сложная ситуация, ну понятно по различным оценкам и потому что мне известно по различной информации, которая в открытых источниках операция готовится, но как она будет произведена, когда она будет произведена, в каких масштабах, сейчас сложно сказать. И это точно так же, как и в отношении Ирана, Израиль согласовывает с Соединенными Штатами, правильно? Да, будет 100% согласование, потому что американцы просили не проводить эту операцию из-за возможной опасности гражданскому населению, во-вторых, там гражданское население на грани гуманитарной катастрофы, Натаньяу это не хочет признавать там по различным политическим внутренним причинам для своего электората, который настроен очень агрессивно, и поэтому он это отвергает, вчера были визиты министра страны дел Великобритании Камерона и министра страны дел Германии, Бербок, и там такие тяжелые были довольно беседы, Натаньяу там утверждал, что ну там скажем так, там были не совсем лицеприятные вещи, Натаньяу там приводил какие-то примеры, что для Бербок тоже говорил, что нацисты тоже выдумывали какие-то там, показывали какие-то фотографии, где у людей все было хорошо, в самом деле все было страшно, ну там был такой тяжелый очень разговор, посмотрим, как это будет, но американцы придерживаются четких позиций согласно международному праву, и мы тоже должны это придерживаться, Натаньяу с этим проблемы, но посмотрим, как Израиль будет выходить из этой ситуации. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Аркадий, благодарю вас, что нашли время и возможность. Спасибо за своими размышлениями нашими зрителями. Аркадий Мьемман, колышний посол Израиля в Руси, израильский дипломат, политический эксперт, был разом с нами на стриме традиционно наших глядачей. Запускаю не забывайте поддерживать это видео своими комментариями, лайками, поширениями, ну и так также подписывайтесь на канал сейчас, тянуемся в родни звезок из каждого из вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!